Сейчас они блистательно и знамениты. Их фотографии не сходят с обложек модных журналов. Но так было не всегда. Именно сегодня, в Международный день матерей, мы узнаем о звёздных мам, о детстве и нелёгком пути всем нам известных людей. Она молодая, амбициозная, всегда активная и энергичная. С каждым годом покоряет всё новые и новые вершины. И причём делает это ещё с детства. К тому же недавно стала молодой мамочкой. Открытая жизнерадостная Ирина Тарасюк и её мама Наталья сегодня в нашей программе. По случаю праздника хочу поздравить вас. Ангелина, ты будешь первая. Спасибо большое, что ты всегда со мной и всегда выручаешь в нужную минуту. Спасибо, Никита, большое. Спасибо вам, что вы родили такую замечательную дочь, которая радует всех своим голосом и солнечной энергией. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Хочу ручку тебе, пожалуйста. Спасибо огромное. А вам я хочу пожелать, чтобы ваша дочка радовала вас так же, как вы свою маму. Спасибо, Никита, большое за эти прекрасные цветочки. Мне очень приятно. Тюльпаны являются одними из моих любимых цветов. Спасибо вам большое, ребята, что вы сегодня нам уделили время, пришли. И мы очень рады поздравить Ангелину тоже. Мы с моей мамой хотим тебя поздравить с замечательным праздником. Воскресенье марта. Желаем тебе самое главное оставаться такой же цветущей, яркой и интересной девушкой. Спасибо. Спасибо большое. Ну, конечно, хотелось бы узнать, как начался этот путь к вокалу, к пению? Кто потолкнул и во сколько это началось? Наверное, это все-таки гены, потому что у меня дедушка мой имел ансамбль и гастролировал по Молдове. Я все-таки думаю, что гены оставили свое. Плюс, естественно, желание какое-то, умение петь. Потому что с самого раннего детства я брала микрофон в руки, остановилась на диван, прыгала, пела. И, конечно же, мама не могла это не увидеть с папой. Заметили мой талант. И в 10 лет мы отправились вместе с мамой в такой маленький творческий кружок. Занималась я в ДК «Флаккера» у Сагайдаки Елены Михайловны, которая сейчас уже живет в Канаде на ПМЖ. К сожалению, занималась у него очень долгое время вокалу. Но хотелось бы сказать, конечно же, спасибо своим родителям за то, что они мне дали вот такой огромный толчок вперед. Они меня подтолкнули к этому и заметили талант. Все-таки, когда родители тебя толкают, да, помогают, дают какое-то вот вдохновение, то ты идешь и идешь. И плюс параллельно этому мы с мамой постоянно участвовали в каких-то конкурсах вместе. По разным странам мы только с ней вместе ездили. Папа отпускал. Хоть у нас младший брат дома оставался, но все-таки папа отпускал меня с мамой, так как понимал, что мне нужна какая-то опора рядом. И за что я благодарна им двоим за это. Это понимание, любовь и это то, что они вдохнули в меня вот это вот желание творить. Ну, я так понимаю, вы не были против, потому что есть родители, так говорят, так, доченька, ты, пожалуйста, учебой занимайся, а карьерой подумаешь потом. Не было такого? Нет, 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 у нас совершенно этого не было. Наоборот, директор школы Бельской номер два, он всегда поддерживал творчество, всегда нам делал поблажки. Вот как бы вот спасибо огромное тоже школе, директору, который помог нам вот это как бы осуществлять все планы. Существуют так называемые проблемы подросткового периода. Когда Ирине было 16-17 лет, вы их ощутили? Что вы можете посоветовать родителям, которые сейчас это ощущают? С Ириной я этого не ощутила. Как-то мы вот были все время вместе, мы были как две подружки. Не то, что мама с дочкой, у нас было вот обоюдно. Вот у нас не было секретов, если что-то, Ирочки там. У нее не было в голове вот, что встречаться с ребятами, наверное, вы это хотели и спросить меня. Потому что это... На себе. Да, нет, у нее не было. Мы, помню, ехали с конкурса одного, с Украины. И у нас завязался в автобусе разговор. Мама говорит, вот предлагаю встречаться, но я объясняю, что для меня творчество это самое главное. Для меня, конечно, это было как бы так и неожиданно, но с другой стороны приятно. Я ее поддержала. Говорю, да, Ирочка, если ты чувствуешь, что ты не можешь, нет у тебя желания, нет времени, значит, это все, само когда-то придет. Все. Зачем вы, я считаю, что распыляться на какие-то, да, глупые, пустые встречания, лишь бы встречаться, да, вот сейчас как молодежь, в принципе. Все будем посоветовать просто не кидаться, да, на легкое что-то, а все-таки ждать того момента, который сам почувствует, человек сам почувствует, когда именно это его. И тогда я уже думаю, что нужно углубляться в эти чувства, но не с головой, а так в здравом уме, да. Ну, вот хочу матерям посоветовать все-таки, чтобы они своим детям стали как подруга, подруга, а отцы, вот стали отец, чтобы стал сына своему другом, потому что это очень важно. Я сама имею еще сына, и он больше отцу сейчас может доверить, чем матери, рассказать о своем. Ну, я могу и судить по себе, у меня действительно, у меня с моей мамой очень хорошие отношения, и я со временем понимаю, что действительно вот мама, она, это самая лучшая подруга, потому что как бы в детстве я еще этого не понимала, потому что я даже, мы говорили с подругами, ну, ну, это, допустим, мы не можем сказать маме, это не можем, но сейчас я понимаю, что действительно я скорее скажу все маме, и мама меня действительно поймет и даст дельный, да, и даст дельный совет, без зависти, без каких-то упреков, а так, как давно должно быть. И я думаю, что даже я девочкам всем посоветую, действительно, мама вам никогда не пожелает плохого, только лучшую. Я и с мамой, и с папой. У меня с собой контакт хороший, оба друга мне. В принципе, да, я хотела бы тоже сказать за своего папу, который действительно я его очень люблю, ценю, уважаю. Просто он мне дал, он настолько мудрый человек, вот все-таки он научил меня какой-то мудрости, да. А мама, вот она у меня такая всегда позитивная, добрая, она привила ко мне вот это чувство, любовь к искусству, тоже доброта. Папа у меня очень такой мудрый, рассудительный человек, что могу сказать ему большое спасибо за воспитание. Я его всегда понимала с полуслова и хотелось бы ему сказать, выразить огромное, огромное спасибо. Почему дочку назвали таким красивым и королевским именем? Проявляет ли она свой королевский характер? Ну, вы знаете, наверное, проявляет, только с положительной стороны, потому что она у нас очень мудрая девочка, что могу сказать. Она очень слушается, вот даже бывает, мы уставшие, мы просыпаемся утром вместе с ней только из-за того, что она там ручками может пошевелить, но она никогда не плачет. Она может проснуться, она может не спать час-два, но она не будет плакать, она не будет нас будить. Видите, если что-то ее беспокоит, да, естественно, а так, если все нормально, она лежит, никогда нас не беспокоит, ждет с нетерпением нас с концертов. Бабушка ее остается с ней частенько, моя бабушка, то есть ее прабабушка. Поэтому могу сказать, что она очень умничка, мудрая, просто могу сказать одним словом, что она у нас очень мудрая. Маленькая уже мудрая. Уже мудрая, поэтому Елизавета, да, в принципе, Елизавета переводится Божий дар. Мы не зря выбрали это имя, потому что она, мало того, что она очень красиво звучит, но она еще соответствует тому, что у нас, вот Сережа, да, она для нас как Божий дар, действительно. А почему вы решили Ирину назвать этим именем? Не знаю, я перебирала немного имен, но среди них почему-то Ира, вот у меня все, Ира и все, Невчейска, вот, вот, вот хотелось мне Ирина назвать и все. Наверное, и не ошиблась, это... Переводится Мир. Мир. Так что, Ирина Мир, мы с мамой в мире всегда. Я, когда вчера готовился к интервью, я вычитала статью, и там увидела, что у Ирины был небольшой перерыв в... В ее карьере? Да, ну, в Пенгрии, когда она была в мае. Да, вот я помню, в 11 лет у нее такое произошло, даже не могу понять, почему. Она не хотела петь где-то полтора года точно. Потом как-то я вижу, я начала наблюдать все-таки за ней, вот, в последнее время, вот, прошло полтора года, что она все равно идет и поет, поет. И говорю, Ирина, может, давай заново начнем, все-таки попробуем, ты хочешь петь, ну, давай еще попробуем. Вот эти полтора-два года, насколько у меня был перерыв, я все-таки сделала огромную переоценку того, что я потеряла, да, вот, потеряла эту возможность ходить, заниматься, выступать. И когда я поняла, что действительно это продолжение, часть моей жизни, я не могу без этого, обязана просто этим заниматься, так как это, ну, это частичка моей души. И вот с того времени я в таком достаточно уверенном, но медленном, да, медленно, но уверенно, как говорится, да, иду вперед. Ну, а как думаете, вы свою дочку отдадите на вокал? Не знаю. Мне кажется, все-таки должен петь тот человек, который, у которого, ну, в принципе, в первую очередь хочет, а, естественно, на этой же первой стороне стоит и талант. Вот, как бы, зачем идти петь, если ты не умеешь петь? Зачем? Я считаю, мне, как бы, было бы стыдно идти петь, если я не умею петь, да, вот, как очень, ну, как бы, есть артисты, которые просто выходят, поют. По фонограмму? Ну, по фонограмму даже или просто вживую, но некрасивую, да, или фальшивую, или как-то, я считаю, что должен заниматься человек своим делом, да. А скоро же Евровидение. Вы готовитесь, будете участвовать в конкурсе? Да, в этом году, как бы, многие спрашивают, как ты стала мамой и участвуешь в конкурсе, и как ты успеваешь? Я говорю, в принципе, у нас нет другого выбора, шанса, мы, как молодые родители, обязаны все успевать параллельно воспитанию нашей дочери. Ну, как бы, слава богу, в этом году я участвую в конкурсе с песней, которую для меня написал Сережа, текст написала Алина Добижа, и поэтому я очень уверена в этой песне, и хочу донести, как бы, слушателям свой душ, надеюсь, что им очень понравится композиция. Главное, чтобы она понравилась зрителям, потому что жюри, как бы, я не надеюсь на жюри, потому что два года, когда я участвовала в конкурсе, жюри, жюри именно телезрителей, да, телезрительское голосование ставило меня на третье место. Это очень высоко по... Большой показатель. Хороший показатель, да, жюри мне не ставило ни одного балла, это о чём, о чём может быть идти какая-то речь, да. Конечно же, какой-то несправедливости. Я считаю, что главное выступить достойно и показать зрителям, да, вот... Хороший вокал. Да, вот поклонникам моего творчества, чтобы они все-таки и мной гордились, да. А вы не хотели бы спеть какую-нибудь песню и поздравить вашу маму? С 8 марта? Вы знаете, вот была песня, самая первая песня, и мой самый первый конкурс, это Бельская звёздочка. Я на этом конкурсе исполняла песню «Мамины сердце». Помню, вот как сейчас, из-за репертуара творчества «Жасмин», как бы мы так выбрали эту песню, и у меня коленки дрожали, всё, я переживала. Температура была под 40. Да, ноги у меня дрожали, и я помню, выходила, даже смотрела, пересматривала плёнку, вот так вот, все колени трясутся. Это первый такой конкурс был. Да, это, вы знаете, это не без этих эмоций. Ну, плохо тот артист, который не имеет эмоций, потому что он всегда дарит какие-то свои эмоции зрителям, не это чувство, и эту песню, самую первую композицию, я бы хотела, конечно, сейчас кусочек напеть «Мамы» для мамы своей. Надеюсь, что я не расплачусь, ну, поехали. Все мои самые светлые сны, радуги, звёзды, легенды и храмы были как в зеркале отражены в ясных глазах моей мамы. Ты меня за руку в мир привела, ласково чуть подтолкнула ладонью, и на пути моём солнце зажгла, что насыпают любовь. Вот спидалась. За руки возьму тебя, останемся мы здесь навсегда, и солнце рано разбудит нас, а мы с тобой ещё валяться будем. Весна – время новых идей и новых экспериментов. Это время, когда нужно получать удовольствие от всего, что тебя окружает. И, конечно же, это время создавать романтичные женственные луки. Кем быть этой весной? Решать только вам. Сильной, смелой, либо мечтательной и нежной девушкой, либо звездой, которая блистательно выглядит ежедневно. Сегодняшняя наша героиня – Ирина Фомченко. Она покажет, какой она будет этой весной. Привет, Ира. Привет, ребят. Ты очень красиво и модно одеваешься. Скажи, кто тебе помог сформировать чувство стиля? Может быть, это была мама? Ну, это на самом деле моя мама. И моя мама – именно тот человек, который обладает, по моему мнению, прекрасным вкусом. И для меня она всегда будет иконой стиля. И я могу сказать, что моей маме я доверяю как никому. И она всегда может реально и честно сказать, что мне подходит и что нет. И как бы вещь мне не нравилась, как бы я в нее не влюбилась, я никогда ее не куплю, если моя мама скажет, что она мне не подходит. А вот из вышесказанных образов, какой ты для себя выбираешь этой весной? Ну, я считаю, что девушка всегда должна быть разной. И, конечно, в зависимости от настроения. Но, по моему мнению, зимой девушка должна быть сильной, весной девушка должна быть нежной, а летом девушка должна быть яркой. Яркой звездой, которая будет сиять на всех летних вечеринках и различных мероприятиях. Есть девушки, которым родители не считают нужным формировать стиль с детства. И что ты им посоветуешь? Ну, я на самом деле считаю, что это очень грустно, что родители не уделяют должного внимания внешнему виду своих детей. Я считаю, что дети — это лицо родителей, но, конечно, не всегда есть возможность. Однако это не секрет, что одеваться красиво не значит дорого. И я бы таким девочкам посоветовала уделить больше внимания своему ухоженному виду. Ведь, когда девушка ухоженная, уже означает, что девушка красива. Для тебя принципиально важно выглядеть каждый день хорошо? Либо, когда ты будешь спешить куда-то, ты сделаешь кок на голове и побежишь. Либо будешь уделять действительно этому много внимания? Я на самом деле уделяю очень много внимания своему внешнему виду. Но если я буду куда-то торопиться, я считаю, что я бы вполне смогла сделать себе кок на голове и выбежать с какими-то темными очками, несмотря на свой внешний вид. Однако, как я уже говорила, главное быть ухоженной. И если я ухоженна, значит, я красива. Спасибо тебе, Ирочка. И давай посмотрим, что ты приготовила сегодня для нас. Давайте, с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Большинство звезд Голливуда мы хорошо знаем в лицо. А как выглядят их родители? Вот несколько фотографий знаменитостей со своими мамами. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сегодня Международный день женщин, и мы сделаем нашим мамам открыточку. Вам понадобится распечатка с любым рисунком, который вам понравится, картон для основы открытки, украшения по вкусу и цветная бумага. Для начала мы согнем наш картон пополам, чтобы наша открыточка могла открыться, и мы там что-то написали. Аккуратненько стыкуем уголочки, и сгибаем. Сгибай. И бывай. А я пока буду вырезать. Да, а Никита пока вырежет нашу распечатку. Решу. Далее я взяла для украшения вот таких бабочек. Я их буду обводить на цветной бумаге и тоже вырезать. Аккуратненько стыкуем уголочки. А я и черный должен, ну как бы территорию черный призать. Ну, желательно. По-моему, и так красивее будет. Впрочем, не важно, для мамы главное внимание. Тоже видно, вот это еще красивее. Теперь мы берем нашу распечатку и приклеиваем на полстранички. Вот так вот. Ну, конечно, как вы декорируете свою открытку, это ваша фантазия, ваш вкус. Мы вот подумали сделать так. Для этого лучше берите клей в карандаше, потому что отбывая будут оставаться разводы. Так, теперь мы наклеим вот такую вот штучку, чтобы это было понятно, что к какому празднику мы это делаем. Видели, как я аккуратно вырезала? Да, Никита нас старается. Для мамы же все. И теперь клеим наших бабочек. Если вы тоже решите наклеить бабочек, то лучше их только за ихние тельца клеить, потому что будет эффект, что они действительно поргают. Она у меня будет паркать. Давай вот так. Может, дорисуем нашим бабочкам усики? Давай. Дорисуем нашим бабочкам усики. Вот и готова наша открытка. Очень легенькая симпатичная открыточка, которая будет радовать глаз ваших мам. Все шаблоны распечатки вы можете найти на странице в наших социальных сетях. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя передача. Пользуясь случаем, хотим поздравить всех представительниц женского пола с прекрасным праздником. Будьте всегда такими же красивыми и нежными, заботливыми и добрыми. И всегда радуйте нас. И в особенности хочется поздравить наших дорогих мам. И сказать спасибо за все. Мама – это самое ценное, что есть на свете. Мы обязаны не только принимать ее любовь, но и делиться своей любовью, вниманием, успехом и счастьем. А мы вам говорим до новых встреч. С вами были... Никита Меек и Ангелина Парханчук. Ваша еда всегда самая вкусная. Без исключений. Вы переживаете, когда мы лучшие. И когда лучшие не мы. Вы нас выручаете в трудную минуту. Или просто радуете. А мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране. Или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Мы для вас всегда дети. Вы всегда на нашей стороне. И даже когда нам кажется наоборот. Вы все всегда понимаете. Но и вы очень стараетесь понять. Вы с нами говорите и до. И после. Вы храните то, что мы думали, не важно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь. И у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать. И снова проблемы. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи. Даже если отличаемся внешне. Случается, что вы в чем-то в семье не первая. Но только не в том, что для всех важно. Вам гораздо больнее, когда нам больно. И папа может быть рядом. Но вы всегда чуть ближе. И ничего не ждете взамен. Ну, если только самую малость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok